Обижаешься на одном углу Он это делал То есть он был просто прозит Он повел мне книжную ладу Он меня повел в книжную ладу Он меня повел в библиотеку Или в институты И по всей Москве водил И рассказывал где, что, как И всех писателей, которые мы встречали Одаривали этой моей книжкой Естественность его подачи Вот это был просто заботливый такой отец Я не раз вспоминал, как он С каким трепетом он говорил Всегда о своем сыне, Саше Какой нежности говорил всегда о своей семье О жене, с какой любовью Он любящий человек, очень любящий человек Хотя он часто притворяется таким колючим Каким-то другим На самом деле, любовь, ты же ты Любовь о всех его проявлениях Но говорить о нем можно много Фактически бесконечно Хотя много о нем сказано Что можно сказать такого, что вроде как и не говорили Он звонит, как-то мне Александр и говорит А не хотите ли вы их в Перерву? Ну, хочу в Перерву А что там такое? Там замечательный храм Я сразу вспомнил, что как я любовался Санцинского берега Мостовики В Коломенском Какой-то там храм загадочный Такой огромный Ну, загадочный Где же это такое? Что такое? Ну вот едем мы с Александром Привозят Какой-то на той стороне На той стороне На высоком берегу Вот Пришли в храм Огромный храм Огромный Русский, исповинский такой Я там сразу стал сопоставлять Как Христа Спасителя В Елуховском А, пожалуй, вот этот Дальше Громад Это очень симпатичный монастырь Так охватывающий полугробы В этот дворик Чудесный Засажен там зеленью Потом пошли так Вдоль Москвы реки И я как-то даже не предполагал Что вот есть такие места в Москве Это, кажется, берег Печатников И я позоветовал людям Которые там живут Вот в этих домах рядом Потому что фактически они живут в полукурортной зоне Там скамеечки Так все цивилинно Так замечательно И Москва река течет замечательно И вот что они пришли И он говорит Внимание Сейчас будет кадр Которого никто не видел И мы останавливаемся Батюшки Я им предполагал Что оказывается Москва река течет только охвата Возле Колумбинского Она течет одним рукавом А другой рукав уходит туда В Печатнике И то, что я считал Такой бесконечной твердью Берег Напротив этого высокого берега Каламинского Где там всегда засажено было капуста И так далее А кажется, это остров Вот он что Вот так лучше Там, тут, тут А здесь Вот такая протока Неширокая Зеленая Собей Безовой Берегов И прямехонько Примехонько Она выходит На этот храм Колумбинского Он все Делает Замечательно Ну, знаете, я добавлю Это мне как будто Как каньон Абсолютно Абсолютно Но Но дальше Москва есть Москва За этим Храмом Колумбинского Глава Андрея Громада Ракового Фортуса Вот каньон Вот многослов Вот полузагадочная Может быть и загадочная И тут же вопрос А где же остальные Сколько фотокорреспондентов В Москве Тысячи Почему все шлепают На ней те же адресные клапаны Ну, так вот Сказали Выстыкали Горизонт А где вот эти Потому что Ну, прийти Потому что Он сидит в Москву Про землемерин И он имеет право Сказать Я говорю Москву Больше, чем Чех Сопоставляю себя Таким образом С Чехом Потому что Чехов любил Говорит, что он на облаке Фуалден Говорит, что он на облаке Ну, Чехов Очень оригинально Так на облаке сидел Так сидел Сидит на облаке Бац-бац-бац Так С разрывными снарядами И ах Ах, какой хихий рассказ Толстый и тонкий Ах, хихий рассказ Смерть чиновника Или там Еще что А потом Ионыч Какого первоначального накопления А потом Палата номер 6 Всю Россию Накрылся к волнам И Кувалден Так же на облаке Но выгодом Политвы Достоевский О, какой у него Интересный Политвы Вот я хочу Ему сказать Сегодня Большое спасибо Что он есть Он вывел В литературу В начале литературы Очень-очень Многих людей Делает это Абсолютно Бескорыстно Это суть Его жизни Суть его жизни Служения Литературе И всех Вот так или иначе Как-то прикоснулся Он заразил Прекрасной заразой